так ребятки пока у меня там гречка варится на печке еще две-три минуты решил рассказать вам про еще один продукт что влияет на проведение хороших тренировок и повышению силовых показателей этот продукт чаще всего используют конечно же лифтеры штангисты и те люди которые занимаются силовыми видами спорта также бодибилдеры конечно же бодибилдеры почему потому что чем легче тебе поднимать вес чем больше у тебя пруха тем продуктивнее идут твои тренировки вот многие делают небольшую ошибку считая что продукта которым я сейчас скажу а это конечно же креатин моногидрат приращивает качественную мышечную массу нет это не так почему потому что в своем составе клетка содержит большое количество водного содержания а вода является электролитом и переносит энергию из одной клетки в другую что очень хорошо именно поэтому люди считают что принимая креатин моногидрат они набирают мышечную массу нет они не набирают мышечную массу они просто заливаются от одного до трех литров воды прибавляют к общему объему тела так сказать я являюсь примером и хочу подтвердить что это действительно так за свою практику жизненную я принимал две формы креатина первое это креатин моногидрат конечно же базовый который поставляется достается путем экстрагирования из мяса и рыбы вот и второй это был креатин истер истер это с уменьшением присутствия клетки водного раствора и этиловое спирта значит что он делает вот именно креатин истер он не позволяет воде задерживаться у вас в организме соответственно именно используя этот креатин еще раз повторю креатин истер вы можете достичь хорошую сухую форму при повышении физических показателей силовых показателей а вот креатин моногидрат как раз он и набирает ту желаемого вами массу я кстати тоже принимаю его сейчас и набрал уже порядка трех килограмм вот и понятно поэтому я такой заплывший обычно кто меня знает и видит я всегда рельефный а тут я немножко под заплыв хотя говорят что что мне неплохо тогда я чувствую себя слава богу хорошо значит что еще дает креатин он дает увеличение показательных силовых но что нужно помнить если вы только начали заниматься нежелательно сразу принимать креатин моногидрат потому что следствие этого может повлечь за собой травмы связки сухожилий у вас еще не готовы к тяжелой работе и могут быть микро разрывы а то и макси разрывы правильно правильно соответственно что нужно делать нужно тренироваться постепенно периодом от трех до шести месяцев активных тренировок а потом уже можно включать в тренировки креатин моногидрат это я говорю в особенности молодым спортсменам которые хотят быстро быстро на набрать мышечную массу если вы принимаете и это и занимайтесь под присмотром качественного профессионального тренера то соответственно должен это знать ну а в частности что еще можно сказать о креатине я принимаю креатин моногидрат от эволар эволар он бывает разных вкусовых качеств у всех разных фирм но я предпочитаю именно эту фирму потому что уже как я говорил почти год с сотрудничаю с этой компанией российского производителя у них находится фабрика на алтае именно поэтому мне это нравится я хочу представлять отечественный бренд и это один из тех брендов за который можно и погордиться вот качество на высшем уровне вот и соответственно про креатин что нужно сказать это одна из тех добавок которые вы практически моментально начище начинаете ощущать на себе вот если я всегда говорил о глютамине то креатин это именно то что начинает работать практически мгновенно там на второй на третий день после приема но бойтесь быстрого результата потому что чем быстрее вы начнете увеличивать силовые показатели тем сложнее вам будет сохранить свое тело от возможных травм поэтому не спешите не ускоряйтесь в наборе тренировочного веса все делайте постепенно аккуратненько и как принимать креатину я например принимаю 5 грамм до тренировки прям черпачок беру кладу в рот водой запил разболтал и для меня этого достаточно никаких загрузочных вариантов практически не надо делать раньше это была практика и все говорили что нужно загружаться там от двух до десяти грамм креатина потом эта практика не подтвердилась и элементарно самый продуктивный способ как я на себе ощущаю это до тренировки 55 грамм и некоторые принимают и после тренировки для восстановления сразу мышь мышц водного баланса и того подобное я же принимаю до тренировки не этого достаточно как я сказал у меня сразу увеличиваются силовые показатели и я прибавил от до трех килограмм веса опять-таки некачественного это все вода но вода является энергией для мышц поэтому это в принципе очень полезно соответственно влияет положительно на кожу пропадает сухость кожного покрова и тому подобное что я еще забыл о чем хотел сказать как его принимать постоянно принимать нельзя потому что могут быть побочные эффекты на почечники и вы перед тем как принимать вы должны сдать биохимию посмотреть что функция почек у вас нормальная что у вас все хорошо потом принимаете после месяца приема креатиномоногидрата обязательно сделать еще один анализ крови посмотреть как у вас там все в порядке или нет и через определенный период можете опять продолжать и запомните что эффект всегда происходит тогда когда вы делаете это точечно если вы постоянно принимаете то может быть побочный эффект на почке также помните что у некоторых людей принимающих креатиномоногидрат начинает побаливать голова это один из негативных эффектов креатина значит вы переборачивались дозы и у вас повысилось давление это нормальное состояние но лучше прекратить его принимать или уменьшить дозу а это был папа смит специально для вас от эволар прим вот качественный продукт посмотрите какая шикарная упаковочка не надо смотреть на запад у нас давным давно все уже прекрасном качестве и по демократичной до цене здесь будет внизу ссылка на этот продукт на компанию валар заходите туда набиваете мой промокод папа смит и получаете минус 10 процентов от любого продукта от эволар приятного аппетита хорошего кача и здорового пампа всем пока